Технострой Олимп. Жилье, доступное каждому. Развитие индустриальных парков Попивина и Спазаулок обсуждали за деловым завтраком в каворкинг-центре предпринимателя и представителя муниципалитетов. О чем удалось договориться, расскажем далее. Основная тема встречи индустриальные парки и их развитие. Речь о двух площадках Спазаулок и Попивина. Парк в 300 гектаров между Клином и Высоковском начали осваивать два года назад. Провели инженерные сети, свет, газ, канализацию. Это подготовленная территория для строительства промышленных, транспортных и логистических предприятий. То есть мы подготавливаем территорию для того, чтобы собственники бизнеса, собственники предприятия могли прийти и на подготовленную территорию организовать рабочие места для клинских жителей. К 2025 году в Попивина планируют открыть не менее 6000 рабочих мест. В индустриальный парк пригласят предпринимателей средней руки. Тех, кто динамично развивает свой бизнес, но пока не готов вложиться в капитальное строительство. Выстраивать отношения будут на примере действующей промплощадки Клин Автотранс. Сегодня у нас такая ситуация, что не ориентатор выбирает нас, а мы выбираем ориентатора. То есть мы уже пошли в страховку. Мы выбираем из нескольких ориентаторов того, кого нам интереснее площадки получить. Разные компании, разные возможности, но у всех есть желание продвигать свой бизнес. В таких встречах подчас самые невероятные предложения могут найти решение. И что важно, поддержку местной власти. За любые интересные, позитивные проекты. И реально понимаю, что в каждой безумной, на первый взгляд, идее есть рациональное зерно. Я уверена, что попробовав, мы сможем действительно оценить все риски, все позитивные и негативные моменты. Выгодное расположение парков – еще один немаловажный момент. Именно на их транспортную доступность обратил внимание представитель корпорации развития Московской области. Евгений Днепров заверил, область готова оказать Клинским индустриальным паркам и промплощадкам необходимую помощь и поддержку. Татьяна Лобзова, Дмитрий Кириллов, Новости дня.